Ну, собственно, вот мы и приехали. Ладно, как бы. Всем привет, с вами Евгений Электрон Моторс, и сегодня у нас с вами необычная техника на обзоре. Это полностью электрический UTV, который мы с вами покатаем, посмотрим его в бою, в действии, и расскажу вам про все подробности и характеристики об этой машине. Поехали! Перед вами Электрон ВОК. Это электрический UTV, применимый во множестве областей. Доступны двух- и четырехместные версии. Обе можно укомплектовать либо задним, либо полным приводом. Отмечу, что он сертифицирован в Европе и имеет там большую популярность. Обзоры на этот UTV уже есть, но суть нашего ролика в том, что мы хотели протестировать эту машину в суровых погодных условиях России при температуре минус 20, и рассказать, чем она отличается от остальных. И мы покажем, что с нашими аккумуляторами LG вы можете использовать ВОК почти в любых погодных условиях. Внешне это самая стандартная утилитарная техника, и давайте с вами заглянем сразу под капот, и что же здесь находится. Спереди у нас с вами находится трехкиловаттный двигатель. Он подключаемый, несет за собой вторичную роль. Основной же двигатель находится в задней части, и он пятикиловаттный. Под капотом также размещается мощный контроллер. Оба мотора, и передняя, и задняя, оснащены редукторами, о которых мы с вами поговорим уже позже, когда будем использовать ее в действии. Итак, перейдем к оснащению кабины и к органам управления. С органами управления ВОК справится даже ребенок. Не отличается от автомобиля на автомате. Для движения только газ и тормоз. Управление светом, лебедкой, поворотниками, переключение привода, включение заднего хода осуществляется кнопками. При этом стоит отметить, что переключение привода возможно только на месте. На ходу это делать не получится. Также имеется кнопка для экстренного обесточивания UTV. Так, все, он заведен. Можем свет включить. То есть никакого звука, ничего не должно быть. Это очень классно. Просто нажимайте газ. Попробуйте чуть-чуть сначала. Давайте. Сильнее. Она тут. О, круто! А куда едем? Ну, чуть-чуть просто. Вот здесь можете прокатиться по местности. Хорошо, поехали. Поехали. Классно. Я еще не ездила. Все, включаете, да? Да, я уже включила. В общем, вы таких никогда не ездите, да? Ну, как вам? Очень здорово. Мне очень нравится. Круто. Класс. Также стоит отметить, что данную технику часто используют достаточно взрослые крупные мужчины. У меня рост 181 и вес 88 примерно, и мне идеально комфортно. В данном случае у нас здесь сидит Богдан, у него рост 190, и вес порядка 130, и по комфорту, видите, как раз он влезает очень удобно. Но, если бы здесь была бы ограниченная узкая часть, которая комплектация чуть-чуть другая, то в данном случае, я думаю, ему было бы уже некомфортно, потому что не было бы запаса для ноги места здесь. Вот. Вот, выйди, пожалуйста, покажи, что ты выше меня, и по росту, и по всему остальному. Все вам очень удобно. Спасибо. Информативный спидометр расскажет вам всю стандартную необходимую информацию, а также важную информацию для электротранспорта. Это вольтаж и температура батареи. Кстати, зимой, сразу после запуска UTV, первые несколько минут нужно ехать не быстро, чтобы батарея прогрелась. В любой комплектации вы получаете удобные сидения из эко-кожи с боковой поддержкой. Остальные органы управления сделаны в стандартном утилитарном дизайне. Переходим к подробностям самой важной части. Мы устанавливаем сюда только аккумуляторы LG типа Li-NMC. Это наше конкурентное преимущество. Напомню, Электрон Моторс лидирующий магазин с лучшими ценами в России. Это батареи А-класса из высококачественной химии. Они значительно более надежные, имеют вдвое больший ресурс, это около 2500 циклов, в сравнении с батареями неизвестных брендов, которые чаще всего используют конкуренты. Будьте осторожны. Также важно отметить, что эти батареи имеют почти в два раза более высокую цену, но при этом мы сохраняем самую низкую цену на этот UTV на рынке. Можно установить батарею аж до 800 Ач. Такая батарея вдвое больше, чем у Nissan Leaf. На ней вы сможете ездить до 20 часов без перерыва. Батарея оснащена Smart BMS с приложением, в котором вы видите подробнейшую информацию вплоть до каждой ячейки. А также сможете включить принудительную балансировку, либо вовсе заблокировать аккумулятор. К слову, на тестовом Vogue, который вы видите, установлен аккумулятор 180 Ач. Нам хватало заряда на весь световой день съемок и даже чуть больше без подзарядки. Такого аккумулятора должно хватить на 5 часов непрерывной езды. В следующем обзоре мы это проверим. А пока я хочу пригласить вас на бесплатный тест-драйв. Для этого переходите по ссылке в описании и записывайтесь на нашем сайте. Так, ну что, мы едем тестить. Посмотрим, что у нас сейчас получится. Попробуем прокомментировать информацию. Мы сейчас на полном приводе. Пора бы. О, хорошо пошла. Прикольно, пошла. Будем тестировать. Кстати, мне нравится свет, который установлен. Свет хорошо, светит достаточно. Что есть из минусов? На полном приводе, ну не минус, но на полном приводе 25 км в час ограничитель. Мне маловато, я бы хотел 35 хотя бы, тогда было бы идеально. Вот. При этом она там входит в заносы, даже на такой небольшой скорости по снегу. Но лучше, конечно, сейчас мы втыкаем задний привод. Для полноценного внедорожника, прям, фу, что было прям идеально, не хватает, конечно, блокировки дифференциалов, особенно зимой. Летом, я думаю, что это не будет как-то сильно сказываться, а зимой, когда очень скользко, вот сейчас все во льду, перед местами уже, соответственно, сразу дискомфорт некоторый возникает. Сколько мы сейчас едем? 40 почти. 40. Уже усыщи 40. Попробуем подразогнаться немножко. Сейчас сколько? 45-50 уже. 50 километров в час. Прилично разогнались. Входим в поворот. Проверяем именно в езде динамику с поворотами. Так. Что, как тебе, Богдан? Жестковата подвеска как будто бы, да? Да, подвеска как будто немного жестковата, не совсем все отрабатывает. Хотя это не квадроцикл, это все-таки... Ну, это UTV-шка, конечно, у нее сделана подвеска для того, чтобы можно было загрузить что-то в багажник, и чтобы она, ну, удерживала это. Ей нужна грузоподъемность, и здесь мы теряем мягкость и комфорт. Зарядное устройство тоже является нашим конкурентным преимуществом. Мы устанавливаем мощную стационарную зарядку 60 Ач. Соответственно, заряжает 60 Ач. Скорость заряды можете рассчитать самостоятельно. Характеристики. Вес около 750 кг, зависит от объема батареи. Максимальная скорость 60 км в час. Моторы 5 кВт задней, 3 кВт передней. Оба мотора оснащены понижающим редуктором, который включается при переключении на полный привод. Мотор имеет линейную тягу. Из-за этого передовыв педаль газа на старте, легко уйти в пробуксовку. Можно эксплуатировать без постановки на учет в гостехнадзоре и без получения прав машиниста-тракториста. Но нельзя выезжать на дороге общего пользования. Общая грузоподъемность двухместного UTV 500 кг. Грузоподъемность кузова до 300 кг. Тяга груза на фаркопе до 1 тонны. Габариты высота 178, длина 295, ширина 143 см. Касаемо несущей части ВОГа. Основа это прочная металлическая рама. Весь навесной пластик удара прочный. Грузовой кузов также металлический. Кузов с откидным бортом оборудован электроподъемником. Установлены дисковые гидравлические тормоза. Полная гидроизоляция с завода для преодоления любых луж и использования зимой. Вы можете укомплектовать UTV большим количеством оборудования и укомплектовать машину эксклюзивно под себя. Свет на крышу, противотуманки, снегоуборочный ковш, штен с дверьми, лебедка, электроусилитель руля, защита и многое-многое другое. Все доп. оборудования смотрите на сайте по ссылке в описании ниже. Отмечу, что лебедка на Vogue питается от общего огромного аккумулятора. Это значит, что у вас не будет просадки в мощности и не требует установки дополнительного аккумулятора, который придется отдельно заряжать не самым удобным способом. Итак, этот UTV отлично подойдет для личного пользования в охоте, рыбалке и по домашнему хозяйству за городом. Также отлично подойдет для коммерческого использования в заповедниках, санаториях, отелях, в прокате, на базах отдыха и на фермерских хозяйствах. Вы больше не будете тратить огромные суммы на обслуживание техники. Если хотите увидеть тесты по максималке, замер пробега и тесты в грязи, то подпишитесь, следующее видео с Vogue будет как раз об этом. Установлена независимая подвеска с хорошим ходом, увеличена жесткость для грузоподъемности. Спереди двойная А-АРМ 185 мм, сзади двойной А-Рычаг 185 мм. Колеса с внедорожными шинами 175 на 65, 14 радиус. Vogue имеет низкий центр тяжести за счет расположения аккумуляторов. Минимальный дорожный просвет 220 мм. Как видите, нам не удалось преодолеть такое бездорожье, поскольку глубина снега более метра. UTV примял его дном и колеса повисли. Все же назначение этого транспорта другое, это не вездеход. При этом среднее бездорожье Vogue преодолевает с легкостью и уверенностью. Хочется скорее протестировать в лесу и грязи, ждем пока растает снег. Так, давай здесь попробуем разогнаться на максимум. 50, 55 где-то едем. Даже по внедорожью у нас удается ехать 55 км. Тут кочки огромные, да? Сколько? 55 где-то. Да, 55 идем спокойно. У нас садится батарейка, во-первых. Мы сейчас здесь не выживем полный максимум зимой. Ну резвая, резвая машинка. У нас батарейка вообще севшая, 73 вольта. Это мы 55 на 73 вольтах выжили. Это то, о чем я вам говорил, когда сказал, что очень важно, какие батарейки используются для сборки. То, о чем я говорил, что у нас используются LG батарейки. И даже при минимальной зарядке у нас нет большой потери в мощности. У них только отдача высокая. Несмотря на то, что сейчас зима, мы получаем такие показатели. Поверьте мне, такие показатели очень сложно получить на китайских батареях. Ну вот, в режиме 40 км в часу нам уже намного комфортнее ехать. Только на огромных кочках они ощущают стандартные неровности дороги. Они не так чувствуются. Да, по пересеченке 35-40 вообще отлично ехать. Ну, собственно, вот мы и приехали. Все, дальше сам, Женя. Два, три. У нас серьезные проблемы, братишка. Ну все, не проехал ЭТС, оставляем. Не всегда Евгений принимает умные решения. Почему стоит или не стоит покупать Vogue? Начнем с минусов. Запас хода ограничен батареей. Но это можно решить финансовым способом и установить большую батарею. Отсутствие блокировки дифференциалов, как я уже сказал, потому что назначение этой техники утилитарное. Не самая низкая цена относительно бензиновых китайцев. Плюсы. Надежность и, соответственно, минимальные расходы по всем фронтам. Минимальное обслуживание, только подвеска. Без звука и выбросов. В данном случае это реальное преимущество, это сильно увеличивает спектр использования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова